Вот здесь пять месяцев назад стояла строительная палатка. Здесь было все за забором. И здесь были те самые протестные мероприятия, как называют, это у нас власть называет, полиция. На самом деле это просто жители вышли высказаться, потому что жители хотели быть услышанными. Это защитники сквера из Екатеринбурга, этим летом отстоявшие одну из зеленых зон от постройки храма. Их пример показал, общественность может быть мощной силой, от которой не отмахнешься. Возможно, поэтому с жителями Барнаула начали говорить открыто. Застройщик гостиницы Реддисон сам представил проект отеля. Опасения людей по поводу сквера, они как бы нами учтены в разработке проекта. То есть внутренний двор, и как раз где расположена основная зеленая часть этого сквера, они сохраняются. Поэтому, в принципе, это и удобно, и красиво из номеров отеля, чтобы наблюдать красивый зеленый дворик. Лужаев заверил, что внутренний дворик сквер горожанам будет доступен. И объяснил, мэрия предлагала под застройку 10 участков в центре. Но лишь этот соответствует всем строгим требованиям Реддисона. То есть, уверен он, или строить здесь, или нигде. Идею «не строить нигде» поддержала часть экспертов, в основном общественники и барнаульские отельеры. Мол, гостиниц у нас и так перебор, а вот парков не хватает. Но турбизнес уверен, отель с мировым именем Барнаулу нужен как воздух. Будет он, будут вип-гости, готовые платить. Все гости, которые у нас прилетают в центральную Россию, либо с Европы, все гости, которые хотят посетить Алтайский край, мы их чаще всего в Барнауле не задерживаем, а увозим дальше. Потому что есть определенный уровень требований у центральной России, либо у европейцев к размещению. И, к сожалению, большинство наших гостиниц не может этим требованиям соответствовать. А вот архитектор Алексей Квасов предложил не торопиться и провести более глубокий анализ территории. Я думаю, что нужно проводить всесторонний анализ. Анализ по улицам, анализ транспортно-пешеходных потоков и использование всех вот этих площадей. И только в этом случае можно сказать, подходит объект туда или нет. Обсудив просто макет, этого крайне недостаточно. Во время дискуссии вспомнили про еще одну зеленую зону, которая находится буквально в нескольких шагах от того самого сквера. Вот здесь дворец спорта, а тут так называемые баки. Специалисты многие уверены, это место могло бы стать настоящим барнаульским зарядьем, если, конечно, здесь не построят жилье. Но что, как, опять-таки, считают некоторые специалисты, весьма вероятно. В общем, застройщику гостиницы советуют проявить большую гибкость. Кстати, в Екатеринбурге есть свой Рэдисон. Ему в свое время отвели неухоженный участок в центре города. И это всех и власть, и горожан. И застройщика полностью устроило. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.